Праздники в Ленинском районе, тем более по таким важным поводам, как День независимости, добрая многолетняя традиция. А потому неудивительно, что разделить такую дату собрались как ленинцы, так и многочисленные обрещания. В этом году эпицентром праздника под мирным небом музыка звучит, а именно так, как заглавили мероприятие, стала площадка на набережной. 80 лет мы живем под мирным небом Беларуси и прекрасно осознаем, что благодаря многим поколениям мы живем в благополучной, прекрасной стране. Начиная от тех, кто на полях сражений добывали нам свободу, до тех, кто в послевоенные годы строил нашу страну. А также это нынешние защитники Отечества, войска разных родов войск, это и трудовые коллективы, кто своим созидательным трудом создает экономическое благополучие нашей страны. И сегодня на празднике мы хотим поблагодарить все перечисленные мной категории жителей и граждан нашего города и также отметить особый вклад и учреждения образования и педагогов, которые занимаются становлением нашего подрастающего поколения, которые заняты патриотическим воспитанием нашей молодежи. В организации праздника были задействованы все структуры, общественные объединения и творческие коллективы города. С одной стороны, зрители наслаждались выступлением звезд Брестской эстрады, с другой – доблестные сотрудники УВД напоминали детям о правилах безопасности. А брестские предприятия, торговля и аттракционы завлекали жителей микрорайона. Не стой на дороге, не стой на широкой, кто дедой ломает, не стой на дороге, червоная руша, кто дедой ломает, кто дедой шипает. Важной составляющей музыкальной программы стало награждение узников фашистских концлагерей – Ларисы Яниной и Евгения Короля. Пройдя все невзгоды военного лихолетия, они выжили, чтобы дать жизнь новым поколениям, которые сейчас живут под мирным небом. Хорошо, что мы, так сказать, все-таки выжили, потому что из 10 человек примерно один оставался живым. Мой отец от непосильного труда тоже погиб в концентрированном лагере. Ну, а после этого была мирная жизнь, мы трудились на благо своей родины. Ну и большое спасибо советской власти, что дало нам возможность получить образование, высшее образование. Спасибо всем. Внимание были удостоены люди Ленинского района и города в целом. Ведь именно они строят дома, модернизируют предприятия, растят и воспитывают детей. Их неоценимый вклад достой наивысшей оценке. Среди тех, кто своим примером, своими семейными традициями показывает то самое единство и любовь к родине, является семья Ланевич. Нужно помнить о том, что предшествовало этому. Нужно помнить и учить детей, прежде всего детей, молодежь. Я считаю, что наш президент, как бы громко это ни звучало, очень правильно в данном русле обратился к молодежи. Молодежь поддержала это направление. Вот наша дочь одна и вторая тому пример. С удовольствием очень посещают наш военно-патриотический клуб «Крепость». Он известен во всем городе и уже, наверное, во всей Беларуси. Не нужно воспитывать детей, они смотрят на своих родителей и повторяют в большинстве своем путь родителей. Я бы хотела, чтобы наши дети пошли по нашим стопам. У них это пока хорошо получается. Да, Аня? Праздник, который посвящен Дню Независимости, объединил всех, кто живет под мирным белорусским небом. В этот день белорусы отдавали дань величайшего уважения беспримерному народному подвигу, проявленному в годы Великой Отечественной войны. Воздавали почести и славу всем, кто внес вклад в освобождение Беларуси. 3 июля на самом деле очень важный для всех белорусов праздник, потому как наша страна выстрадала этот праздник. Более трех лет белорусский народ жил в аду. Жил во время оккупации немецко-фашистских зверств, которые проводились. И день освобождения, это для нас был как в целом день победы. Потому что белорусский народ понимал, что сегодня советская армия, которая прошла и освободила Белоруссию, она уже не остановится, она пойдет дальше. 3 июля, день независимости Республики Беларусь, это исторически значимая дата в истории нашего государства, которая в очередной раз напоминает нам о том, что мы живем в сильном, независимом, суверенном государстве, судьба которого находится в наших руках, в руках молодежи. Переполняет гордость. Гордость от того, что мною прожитые года, и они были здесь, в Бресте, в Белоруссии. Хотя я наполовину грузинка, наполовину белорусска. Поэтому я рада, что судьба так сложилась, что я здесь сегодня. И вспоминать о людях – это святое. Вот это как о матери заботиться. Святое. И я рада тому, что сегодня мы здесь и сейчас на таком красивом празднике. Душевный и искренний праздник Беларуси – это имя побед, приуроченный ко Дню независимости нашей страны, прошел и в московском районе города Бреста. На площадке областного дворца культуры развернулась выставка продажи продукции Белорусской ассоциации творческих людей. А на импровизированной сцене выступали творческие коллективы и сольные исполнители города над Бугом. Сегодня по всей стране, по нашей родной, замечательной Беларуси, конечно, шагает праздник. И он у нас, наших самодеятельных коллективов, у всех, кто приходит, кто любит посещать дворец на этой площадке, мы посвящаем сегодняшний день себе, родная Беларусь. Поэтому вот сейчас прямо на нашей импровизированной сцене выступает народный хор ветеранов войны, труда, дворца культуры. Потом будут участники нашего фестиваля конкурса и победители «Радуга талантов», «Эхо победной весны», который мы в этом году первый раз организовали, посвященный 80-летию. Это будут детские коллективы, это будут народные вокальные ансамбли, пересия. В общем-то, все те, кто любит песню, кто любит праздник, кто любит хорошее настроение, кто радует и готов это делать для всех нас, для всех горожан и гостей города. Ключевой момент праздника – награждение победителей сразу двух онлайн-конкурсов – регионального «Эхо победной весны» и четвертого республиканского онлайн-конкурса «Радуга таланта». Суммарно было подано более 500 заявок на участие в двух творческих состязаниях. А лучшие из лучших победители приняли участие в концертной программе праздника. И, конечно, получили заветные дипломы. Я приняла в конкурсе «Эхо победной весны». Я радуюсь, что у меня первое место. Я пою три года ровно, меня привела мама. Я тогда не хотела, но мне очень понравилось, и я продолжила ходить. Я была счастлива, и вообще, я не могу описать свои эмоции. Мне очень рада. День независимости сегодня – это народный праздник, ставший для всех белорусов символом свободы и мира. Ровно 80 лет назад советские солдаты выжертвовали собой, чтобы освободить столицу нашей любимой Беларуси. Так позже над Синёкой всегда будет мирное и ясное небо. Красных тюльпанов – алое пламя, как над Рейхстагом – красное знамя. Битвы, походы – всё пережито. Радость победы нет, не забыто. Мирное утро, солнечный свет, нашей победе 80 лет. Анастасия Милишкевич, Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Твинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.